Модель Samsung Galaxy Alpha стала в значительной степени переломной для корейцев. После псевдоперфорации, псевдокожи, корейцы наконец-то обратили внимание на иные материалы. Успех стеклянно-металлической альфы привел к рождению линейки стильных крепких середняков Galaxy A или просто A. Давайте поговорим о Galaxy A3 образца 2017 года. Смартфон доступен в трех расцветках – черный, голубой и золотистый. Дизайн полон скруглений и обилие округлоты по нашим субъективным ощущениям не идет на пользу. Внешность аппарата кажется слишком мягкой и успокаивающей, замыленной, если хотите. Особенно скучным кажется черный вариант, так что для видео мы достали голубенький. Впрочем, это все чистая вкусовщина, можете с нами не соглашаться. Из элементов на корпусе внимание привлекает мультимедийный динамик, он на правом торце. Кажется, что разместить его там мог лишь перебравший Соджо дизайнер после традиционной корейской пятничной попойки. Но на самом деле место очень удачное. Перекрыть звук можно только хватом в портретной ориентации, и то маловероятно. Из других особенностей дизайна можно отметить взаимное расположение элементов на нижнем торце. Оно способно вызвать гнев даже у начинающего перфекциониста. Возможно, после Galaxy S8 мы будем наблюдать повсеместный отказ Samsung от аппаратных клавиш в пользу виртуальных. Ну а пока в Galaxy A на фронтальной стороне есть две сенсорные клавиши с хорошей подсветкой и механическая Home со сканером пальца. И вот мы приблизились к первому серьезному минусу устройства. Речь об экране. Из-за строения Pentile и низкого разрешения, видимая глазу плотность пикселей в полтора раза ниже заявленной. Диагональная сетка легко различима, шрифты рыхлые и с красными ореолами. В то же время у экрана отличный диапазон регулировки яркости и углы обзора замечательные, пусть и с незначительными инверсиями. Черный цвет глубокий, а белый грязный. Режимов работы экрана четыре. Адаптивный, фильм, фото и основной. В отличии от старших моделей Galaxy, где все режимы рабочие, у Galaxy A3 только адаптивный режим можно рекомендовать к использованию. Другие три выдают сильно уж грязные и светлые цвета. Аппарат основан на Android Marshmallow. Готовится обновление до нуги. Фирменная прошивка одна из самых многофункциональных и загроможденных. На смартфон предустановлено 45 приложений, и почти все из них нельзя удалить. Многое можно отключить, но ресурсы девайса это не сильно освобождает. В настройках мало пунктов, но это объясняется тем, что многое сгруппировано. В менюшках всякие перекрестные ссылки, что очень удобно. Если искомая функция не в том разделе, куда вы заглянули, то вы все равно найдете этот пункт по ссылке. В целом прошивка производит впечатление чего-то цельного, но избыточного. И дело не только в почти 50 предустановленных программах. В оболочке за каждым меню кроются новые два, из-за чего она кажется бесконечной в своих спрятанных подпунктах. С другой стороны, за обилием функций скрывается удобство, ибо всякая мелочь, которая может вам пригодиться, наверняка где-нибудь найдется. А еще интерфейс подлагивает. Камера отличается хорошей светосилой, а вот функциями не балует. Во флагманах Samsung всяких режимов и настроек побольше. Что до качества снимков, то детализация у них не самая лучшая. Больше похоже на 8 мегапикселей. И камера пытается исправить это перешарпом. А вот с шумами и цветами проблем нет. В целом фото приятные, однако мне очень не понравилась одна вещь. В неидеальных условиях освещения, в кафе или дома, ну то есть почти везде, камера может делать снимок до 2-3, иногда до 4 секунд. Видимо, она пытается разобраться с алгоритмами и выдержкой, никак не реагируя на клавишу затвора. После такого затопа кадр получается хороший, но только в том случае, если вы снимали неподвижный объект. Селфи получается с отменной детализацией и хорошей цветопередачей. Любителям автопортретов однозначно понравится. Есть и функция украшения лица. Делает глаза больше, выбеливает кожу, сглаживает морщинки. Результаты на любителя. Что касается видеосъемки, то вместо того, чтобы описывать, лучше просто покажу. Пример видео у нас на сайте А3 2017 года. Разрешение Full HD. Сладящий фокус есть. 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 Как-то так. Испытать начинку было интересно. От Овса Квалкомы до Медиатеки. Но вот результаты расстроили. Практически все, что мы попробовали, тормозило. И это при том, что разрешение здесь 720p. Однозначно не игровая аппаратная основа. Так, для простых таймкиллеров. Ну, если вы не требовательный игроман, которому играть с тормозами и с пониженной графикой на небольшом экране нравится, тогда ок. Дело ваше. Зато троттлинга нет и нагрев минимален. Но вряд ли это как-то может компенсировать слабый FPS. А вот аккумулятор, только не смейтесь, это сильное место гаджета. Емкость скромная, согласен. Но Super AMOLED панель с невысоким разрешением, слабый процессор и хорошая оптимизация творят чудеса. Телефон воспроизводит видео на максимальной яркости аж целых 17 часов. А разряд в игре Asphalt Extreme за час составил по нашим замерам всего 11%. Это тоже прекрасный показатель. В процессе реального использования мы получали 5,5 часов экрана за 2 дня. А если юзать A3 не так активно, то он протянет и третий день. Samsung Galaxy A3 полон контрастов. В корпусе из отличных материалов реализованы неожиданные инженерные находки, вроде динамика на торце. Также он защищен от воды, но вот в черном цвете Ашка выглядит совсем как кусок мыла. На любителя. У экрана отличная яркость и прекрасная глубина черного. Но белый цвет ему неведом, а Pentile различим невооруженным глазом. В оболочке Samsung очень много полезных функций, но она от этого кажется перегруженной, да к тому же весит почти 10 гигабайт. Чипсет примечателен отсутствием троклинга и минимальным нагревом. Но с играми справляется не очень хорошо. Противовес аккумулятору сказать нечего. Это действительно маленький шедевр. Порадовали и камеры. Но вот одного мы так и не поняли, почему этот бюджетный по своей сущности смартфон стоит в официальной рознице целых 23 тысячи рублей. Телефон, конечно, неплохой, приятный, но как-то дороговато. Спасибо за внимание, жмите лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok